Количество раздевалок соответствует количеству детей, которые у вас посещают непосредственно объект? Соответствует даже с запасом. Человека в погонах первым делом люди почтительно остерегаются, особенно если строгий специалист пришел на предприятие с проверкой. Но сегодня уссурийскому бизнесу бояться нечего. Сотрудники Роспотребнадзора ходят в гости, вооружаясь словом и знаниями, без штрафной угрозы. Мы вам также предоставляем санитарные и педагогические требования, которые предъявляются к объектам спорта и развлечения досуговым. Профилактический визит сегодня способ участия Роспотребнадзора в жизни предпринимательства. Пока в стране действуют моратории на проверки, а это до конца года. Сотрудники надзорного органа в рекомендательной форме ведут свою работу и приходят на предприятие скорее как добрые друзья с ценным советом. Здесь можно оставлять обувь. Скажите, пожалуйста, обрабатываются ли у вас ящики? Обрабатываются. Каждые два часа у нас есть журналы, обработки. Такие визиты все же полезны, считают предприниматели. Соблюдать санитарно-гигиенические требования обязательно даже в период отсутствия угрозы наказания. Так, например, в этом месте, где ежедневные гости – дети. Такие проверки всегда держат нас в тонусе, чтобы мы были более подготовлены ко всему. Так как это все-таки дети, к детям мы относимся очень серьезно, так как мы сами являемся родителями, ну и детей, конечно, очень любим. Если нарушения выявляются, то сотрудники Роспотребнадзора сделают замечание, порекомендуют устранить, посоветуют как, дадут разъяснения по документации, правилам, помогут законно вести бизнес ради собственных же клиентов. Не нужно бояться профилактических визитов, не нужно бояться. Это мероприятие, которое помогает ответить на все интересующие вопросы, но и также вскрыть какие-то нарушения и для их скорейшего устранения. Есть несколько вариантов воспользоваться помощью Роспотребнадзора. Подать заявку на профилактический визит, поучаствовать в видеоконференции или семинарах для предпринимателей или узнать на сайте способы самообследования. Ирина Мигунова, Роман Адонин, Телемикс.